Оставили компьютерные стрелялки ради настоящих автоматов. Школьники со всей Донецкой области соревновались в военном мастерстве. Фору в сборке оружия дали парням девушки. Кто отличился на играх патриотов, видела Людмила Барток. От строевого шага до метания гранат и разборки автомата. Военно-патриотические игры Горловка принимает впервые. По состязаться в военном искусстве приехали школьники со всей Донецкой области. Ребята признались, здесь намного интереснее, чем за компьютерным монитором. Компьютерные игрушки, это компьютерные игрушки. А здесь реальная жизнь, понимаете? Сидеть, да, реально ты с этим сталкиваешься. Не в игре, да. То ли ты в игре там автомат возьмешь, будешь стрелять, то ли ты сейчас его попробуешь разобрать и собрать, и ты поймешь, что это вообще такое. Смех с нас! Смех с нас! Смех с нас! От парней стараются не отставать и девчонки. Елена из Константиновки мылминоносно заряжает магазин автомата. Давайте парню, докторею. Мы хотим доказать себе, доказать другим, что девушки тоже на что-то могут пойти. Наблюдая за юными патриотами, глава областного управления по делам семьи и молодежи вспомнила школьные годы. Лилия Зулкина неоднократно маршировала с одноклассниками под речевки. Прежде всего я вспомнила то же, как я, будучи в 10 классе, выводила на конкурс «Строй песни» свой класс. Все-таки молодым людям, и начиная с детства, надо прививать любовь к родине. Военно-патриотическую игру посвятили 68-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. По окончанию соревнований школьники отправились на экскурсию по местам боевой славы своих дедов.